Приветствую вас! В числе возможных причин, по которым мужчина так всегда ведет, я бы хотел назвать две основные. Первое – это личные интересы молодого человека, то есть личные интересы, не связанные с вами. Что это может быть? В первую очередь, это его потребность чувствовать, что он, например, имеет над вами, ну, скажем, какое-то влияние, или ему нравится думать, что вы с ним, а может быть что-то еще в таком духе. Но, тем не менее, какие-то у него свои личные интересы, то есть вас он видит, вас он видит для себя, что-то нужно. И попыток сближения с вами он не делает, потому что понимает, возможно, что это не приведет ни к чему хорошему, но это не мешает ему думать о том, что вы ему для чего-то нужны. Ну, то есть, выглядит это может, выглядит это может следующим образом. Предположим, что мужчина вот как-то, знаете, ну, увидел вас, заприметил вас, и понимая в общем и в целом, что с вами быть он не может по какой-то причине, ну, например, по причине того, что у него есть жена, и он, наверное, знает, что вы не согласитесь с народ второй женщины в его жизни. Он понимает, что с вами ему отношения не построит, но при этом он уже сделал вас, условно говоря, той задачей, условно говоря, той ценностью, которая ему интересна и нужна. То есть, вы для него, по сути, вы для него, это та необходимая ему ценность, которая имеет для него большое значение в данный момент. И из-за этого он, с одной стороны, не проявляет к вам никаких элементов поведения, направленного на сближение, а с другой стороны, с другой стороны, он и не позволяет вам жить своей жизнью, потому что это для него, ну, например, было бы серьезным, большим ущербом, ударом. То есть, подобное поведение молодого человека желательно воспринимать именно в контексте преследования своих личных интересов. Только так и не более того. По крайней мере, исходя из того, что вы написали, это, на мой взгляд, очень ясвенно следует. То есть, вот такое его поведение очень ясвенно следует. Далее. Следующая причина, в которой мужчина может так себя вести, это то, что вы ему просто-напросто интересны, и из-за того, что вы ему интересны, мужчина, например, имеет на вас какие-то виды. Например, вот, приправой у нас, что мужчина имеет на вас какие-то виды. И это значит, что ему не совсем удобно, не совсем выгодно ждать, пока вы, ну, например, решите, да, на что-то. То есть, я имею в виду, что мужчина ожидает. Ожидает того, что в будущем вы как-то, например, или будете в месте, или что-то еще. Это ему интересно, и на это он сейчас на цели. На то, чтобы, как бы, предотвратить возможную потерю вас для себя в будущем. Но, на самом деле, судя по тому, что вы написали, судя по тому, что вы нам дали понять, я думаю, что дело здесь скорее в чем-то первом, нежели чем во втором. Потому что, ну, очевидно и определенно, что мужчина интересуется в первую очередь, к сожалению, своими интересами, в первую очередь мужчина руководствуется принципом, принципом ни мне, ни другим, да, то есть он не дает вам жить своей жизнью, и при этом сам не дает вам жить своей жизнью, и при этом сам не дает себе же возможность с вами сблизиться. Что, в общем-то, является, ну, эгоизмом, сопрещенным, я бы сказал, с неуверенностью в себе. И вам в этой ситуации я бы рекомендовал действовать бы исключительно в своих интересах и только в своих интересах. То есть поймите правильно, если мужчина не позволяет вам делать что-то для себя и откровенно ущемляет вас, а он не позволяет вам общаться с мужчинами, значит, ущемляет вас, то кроме вас, собственно говоря, вряд ли кто-то может это сделать. То есть вы либо разговариваете с ним и объясняете ему, ну, предельно ясно, что вот есть ситуация, которая вас не устраивает никаким образом, и либо он вас понимает, либо нет. Это уже зависит от того, какие у вас отношения с этим мужчинами, да, то есть вы пишете такую вещь, что, значит, один на гумбанке странно себя ведет, старается с вами не пересекаться и избегает прямого контакта. Но, видимо, какой-то контакт между вами все-таки был когда-то. И этот самый контакт позволил мужчине, например, думать, что вы как-то, ну, к нему, например, неравнодушны. Это означает, что вам можно лишь только поговорить с ним, разрешить с ним вопрос этот, то есть максимально корректно и максимально ясно выяснить с ним причину такого его поведения, с тем, чтобы между вами было все понятно. то есть, условно говоря, либо он дает вам то, что вы хотите, да, то есть, ну, как-то сближается с вами и вы либо встречаетесь, либо нет. То есть, это зависит напрямую от вашего желания, вашей потребности, либо вы решаете, что между вами отношения невозможны и раздается. Но при этом так, чтобы он вам не мешал, потому что, ну, вот объективно то, что происходит сейчас, это просто-напросто поведение, как я уже сказал, человек, который не хочет ни сам ну, позволить другому быть счастливым, в данном случае это вы, ни, ага, значит, другим сделать этого же человека счастливым. И в этой ситуации, кроме как взять ее в свои руки, у вас нет другого варианта, на самом деле, к сожалению. Вот так можно ответить на ваш вопрос, надеюсь, что помог вам, если какие-то дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!